Здравствуйте всем! Сейчас будем заготавливать помидоры на зиму. Но это будут не простые зимние соленья, а пряные помидоры с приятным кисло-сладким вкусом и аппетитным ароматом. Банки и крышки должны быть стерилизованы. Я вымытые банки и крышки на одну треть заполняю кипятком, накрываю их крышками и иду дальше подготавливать все продукты для консервирования. За это время банки и крышки хорошо постерилизуются кипятком и паром. Подготовим все пряные специи. Чем больше специй вы положите, тем более насыщенный вкус у вас получится. Но горчица, лук, чеснок и кориандр это обязательно. Я положу по веточке базилика, по зубчику чеснока и репчатый лук. Репчатый лук тонко нарезать не надо, потому что он будет съедаться точно так же, как и помидор. Очень вкусный и хрустящий получается. По одной гвоздичке в каждую банку, черный перец горошком, семена горчицы, кориандр. Наколем помидоры вилочкой, чтобы они не лопнули после кипятка. Зальем помидоры кипятком на 3 минуты. Но если у вас помидоры более крупные и менее вызревшие, то 5-7 минут придется подождать. Воду с помидор сливаем в литровую банку, чтобы нам отмерить 1 литр воды, так как рецепт написан на 1 литр воды. Если воды с помидор не хватает, то доливаем обычную воду. Добавляем соль, сахар и лимонную кислоту, которую я сейчас забыла добавить. Добавила уже в кастрюлю. Это ничего страшного, но главное не забыть ее вообще добавить. Все хорошо размешаем и поставим на огонь. Пусть наш рассол покипит 2 минуты. А пока можно посмотреть, как работает кто-то другой. Жалко только, что пользу природе никакую не принес. Это всего лишь была подпорка под ветку с яблоками. Заливаем помидоры готовым рассолом, закупориваем крышками, переворачиваем и накрываем чем-нибудь теплым. Я всю консервацию переворачиваю и накрываю теплым до полного остывания. Резко банки не переворачивайте, постепенно, чтобы убедиться, что крышка хорошо закрылась, чтобы не вылился кипяток из банки. Всем зимой приятного аппетита и крепкого здоровья!